Никто не толстеет за один день. Лишний вес опасен тем, что добавляется потихоньку. Мы не чувствуем ежедневно. Ого, плюс 50 граммов? Да и что такое 50 граммов? Это практически погрешность на весах. Но за месяц это уже полтора килограмма, а за год все 18. Я Валерия Изюмова, дипломированный нутрициолог с биологическим образованием. И сегодня я расскажу, как остановить этот набор без подсчета калорий и не голодая. Только научный подход, только практические советы, которые используют участники нашей закрытой группы. Сегодня я с вами этим поделюсь. А вот если вы еще не подписались на наш ВКонтакте и Телеграм, остановите видео и сделайте это. Сегодня мы приготовили для вас подарок. Подписавшись, вы получите шпаргалку по формам магния. Какой пить при запорах, какой магний бодрит, его нельзя пить утром. Все это в нашей шпаргалке абсолютно бесплатно. Итак, друзья, это третья часть прожор. В первых двух я рассказывала про то, почему вместо энергии мы получаем от глюкозы жир. Как влияют на это гормоны голода и гормоны сытости, и почему фрукты добавляют нам килограммы. Если вы не видели предыдущие видео, ссылки будут внизу в описании, где-то здесь в подсказках. Причины вы знаете. Осталось изменить питание. Что же делать конкретно, буквально по шагам? И первое, это убрать перекусы. Все. И яблочко, и капучино, и семечки, все они дают всплеск глюкозы. Инсулин, повышаясь, распихивает глюкозу куда только можно, глюкоза падает, и вы чувствуете голод. Вы тянетесь за следующим перекусом, но если есть лишний вес, особенно в области живота, значит уже есть проблемы с усвоением глюкозы. А это значит, что все перекусы отложатся жиром. Поэтому убирайте перекусы полностью. Между приемами пищи только вода. Тогда вы не только предотвратите накопление жира, но и снизите уровень инсулина, и восстановите чувствительность клеток к нему. Это очень важно. И это работает даже для тех, у кого уже есть диабет второго типа. Это один из важных шагов к жизни без метформина. Сейчас на экране вы видите, как снижался уровень сахара у участника нашей закрытой группы при изменении питания. Почти в два раза за две недели. Представляете? Это очень хороший результат, просто изменив питание. Второй шаг – убрать быстрые углеводы. И тут речь именно о быстрых углеводах. Сложные углеводы нужно оставить. Они дают хорошее чувство насыщения. А сейчас важно, чтобы вы не голодали. Чтобы не было этого желания в очередной раз заглянуть в холодильник. Чем сбалансирование ваше питание, тем меньше у вас желания перекусывать. Если вы решите просто потерпеть голод между приемами пищи, то вас надолго не хватит. Особенно в первое время, когда уровень инсулина будет высокий. Если медленных углеводов будет мало, вы будете чувствовать слабость. Вас бросит в пот. Будет плохо буквально физически. Вас будет потряхивать. И даже может возникнуть чувство помутнения сознания. Это потому, что уровень сахара в крови опускается. И опускается достаточно сильно. Это тяжелое состояние, которое хочется остановить первым, что подвернется под руку. Чем-то сладким и жирным. Шоколадом, творожным сырком, йогуртом, пиццей с кофе. Вы можете сейчас мне не поверить. Просто отследите свое состояние в ближайшие дни. Попробуйте отказаться от перекусов, не меняя вашего рациона. Посмотрите, что с вами будет происходить. И вернитесь к видео. Подытожим. Исключаем простые углеводы. Сахар, варенье, конфеты, сладкую выпечку из белой муки, сладости на основе сахара, каши быстрого приготовления и так далее. А при этом оставляем медленные углеводы, которые медленно высвобождают сахара. Это необработанные цельные крупы, бобовые, нешлифованный рис, овсяная крупа. Многие сейчас дрогнули. Бобовые я не переношу. У меня от них вздутие. Действительно, такая реакция бывает. Но есть два важных момента. Бобовые надо всегда вымачивать. Даже если вы знаете 33 точных способа, как сварить фасоль за 5 минут, все равно вымачиваете. Если эта тема интересна, пишите в комментариях. Мы снимем отдельное видео, где я расскажу причины и как с этим работать. И еще один важный момент. Если вы никогда не ели бобовые или ели их мало, нужно вводить их в рацион постепенно, чтобы приучить ваши бактерии, которые живут в кишечнике, их переваривать. Удивительный факт. К нам в закрытую группу приходят с проблемами вздутия и решают их, используя в рационе бобовые. Поэтому очень рекомендую. Уверена, что вы все слышали про то, что я сегодня рассказала, раз 100 или даже 200. Мы все в ловушке знаний, которые сейчас доступны. Проблема в том, что применять знания на практике довольно сложно. Но если вы все это сделаете, вот эти буквально два простых шага, вы через две недели поймете, что стали чувствовать себя намного лучше. Просто начните менять свое питание. С вами была я, Валерия. Всем здоровья!